И те же люди, которые сбились с прямого пути в вопросах, то есть борьбы со своей душой, у них разные пути, хорошо, и они делятся на разные группировки. Есть такие, которые борются со своей душой и заставляют ее просто изучать знания, просто изучать знания, не воплощая их в жизнь. И не совершают никакие деяния. И это подобно философам, которые изучают, изучают вся их, то есть мы говорили с вами даже на прошлых уроках, что все их, то есть изучение знаний, это болтовня. Как просто грамотно поболтать. Как говорил один из риядских шейхов, шейх Абдул-Карим Аль-Худейр, рассказывал историю про одну, то есть семью саудийскую, риядскую, хорошо. Сын обучился, то есть где-то в Америке изучил, хорошо, получил докторскую степень в философии. И приехал к своему отцу, хорошо, и они сидели за столом и говорит, вот сынок мой, приехал ты. Он говорит, да, я, говорит, теперь доктор, то есть доктор науки. Он говорит, Маша, а ты врач? Он говорит, нет, я доктор в науках философии. Он говорит, что такое философия? И как объяснит сейчас старику, хорошо, который ничего не знает, этот, который в Америке философию защитил, докторскую и так далее, что он ему скажет. И говорит, как бы тебе объяснить, как бы тебе объяснить. А перед ними они кушали курицу. И он говорит, видишь эту курицу? Он говорит, да. Я, говорит, могу тебе сейчас, то есть так, то есть донести, хорошо, что ты поверишь, что здесь две курицы, а не одна. И что сказал ему отец? Говорит, Маша Аллах, вот тогда, говорит, эту вторую курицу ты поешь, а эту покушаю я. Вот это, Сабхала, итог, братья, всей хорошей, то есть всей философии. Поэтому Хаммад Аль-Ансари, рахимауллах, говорил, братья, про философию. Говорил, аль фальсифату фалясун васафа. Что такое фальсифа? На арабском философии фальсифа. Фальсун васафа. Это, говорит, банкротство и глупость. Вот что такое философия. Ты банкрот и тупой ты, говорит. Вот что такое, грубо говоря, говорит Хаммад Аль-Ансари. Потому что, братья, никакой пользы от этого нет. Это просто глупый человек, который набрался умных словечек и хорошо поставил их вместе. Никакой от тебя пользы не обществу. Хорошо, то есть, ля анта фил аир ва ля фил нафир, как говорят арабы. Хорошо, то есть, ты не пастух и не муджаги. То есть, никакой от тебя пользы. Не сражаешься ты, ни за скотом не следишь. То есть, просто, Сабхала, балласт. Самый настоящий балласт, который еще и вредит в Аллаху Мустаан. То есть, как, Сабхала, как раковая опухоль. И поэтому они занимаются именно изучением, исследованием и так далее. Не задумываясь о том, насколько скверно то, что они изучают. То есть, нет никакой пользы. То есть, элементарно хватает того, что нет пользы в этих знаниях. Потому что это знания, которые невозможно воплотить в жизнь. И как мы приводили раньше с вами слова имама Шафия, хорошо, на других уроках мы говорили, что милость Аллаха, что я из числа тех, кто если ошибся, говорит тебе ты ошибся, а не говорит тебе что ты стал кафером. Как это говорят философы. И мы говорили об этом хорошо поподробнее. Есть же, наоборот, другие, которые заставляют и стараются совершать дела, но как бы абсолютно не заняты они знаниями. То есть, нет у них никаких знаний, но они стараются совершать дела. Не имея никаких знаний. То есть, абсолютно не разбираясь в религии Аллаха. И это, братья, положение суфистов, хорошо, которые, то есть, из их заблуждений, из их положений, то, что они людей отдаляют от знаний. Говорят, ни в коем случае не изучаете, не нужно, там много-много, поклоняйся и так далее. И тому подобное. И это халюль мутасовуфа тиллядина мин ша'нам. И то, что также из их положений, то, что они не дают людям, наоборот, то есть, становятся хорошо между знаниями, между людьми, хорошо, и предостерегают, наоборот, людей от знаний. Потому что тот человек, который изучит знания, он не будет никогда, то есть, приверженцем суфизма. Хорошо, то есть, ему это будет неинтересно. Он поймет, что это, субханалу, ложная идеология, которая не имеет под собой никакой подоплеки. Поэтому, говорит один из их известных, хорошо, то есть, имамов и так далее, говорит, что некоторые люди, говорит, глупые. Они на старости лет начинают изучать арабские буквы для того, чтобы научиться читать книгу Аллаха. Но, говорит, эти люди глупцы. Потому что, то есть, должны были они что сделать и на старости лет, и раньше изучать тарикат, и взять в себе суфистского шейха и так далее. Хиахи, субханаллах. То есть, они глупы, изучают речь Всевышнего Аллаха, субханаллах, которая была, не спослала с высоты семи небес, который сам Всевышний Аллах, субханаллах, говорил эту речь. Джибриль передал ее Мухаммаду, алейси салату ассалям, он сражался на пути Аллаха с подвижниками, своими телами, хорошо, своей кровью, кровь свою положили, тела свои положили на пути этой книги, хорошо, чтобы эта книга дошла до нас, и ты говоришь такие слова, что тобой выдуманная религия, тобой подобными тебе выдуманная религия лучше, чем то, что не спасал Всевышний Аллах, субханаллах, милостью для миров, то, что не спасал Аллах, субханаллах, прямым путем, руководством верным и так далее. Валлаху мустаан, братья. Фамалям яджалилляху лягу нуран, фамаляху мин нур. Аллах, субханаллах, говорит в своей книге, что тот, кому Аллах, субханаллах, не даст света, не будет у него никогда света. Он будет, братья, слепой. Суммун, букмун, омюн, фахум ла ярджиун, фахум ла ярджиун, говорит в другом аяте. Говорит, эти люди, слепые, глухие, немые, они уже не вернутся на прямой путь. Или же они не разумеют, субханаллах. Нет у них разума. Валлаху алималлаху фи им хайран ла асма'хум. В другом аяте Аллах, субханаллах, говорит, если бы Аллах, субханаллах, знал бы, что в них есть благо, Он непременно открыл бы их слух. Нет, они знают, что они глухие. Имеется в виду, что они смогли бы внять истину. Хорошо. Говорит, и даже если бы Аллах, субханаллах, открыл бы их слух, они бы вняли истины, они бы отвернулись и оставили бы эту истину. Знает Всевышний Аллах, субханаллах, положение этих людей. Поэтому Аллах, субханаллах, говорит, когда они сбились с пути, когда в их сердцах появилась болезнь, Аллах, субханаллах, еще дальше отдалил. Говорит Аллах, субханаллах, в их сердцах болезнь, Аллах, субханаллах, увеличит им эту болезнь. Почему? Потому что они заболели. Они взяли эту болезнь. Они стали довольны этим. Аллаху мустаан. Фа га у ла и якауна кафиран фил бидо аль амалия. То есть такие люди много-много совершают нововведений. Ва у ла и ка якауна кафиран фил бидо аль альмия. То есть у них нововведения бывают двух видов. Как научные имеется в виду, то есть в каких-то убеждениях и также в делах. То есть совершают общие викры, поминания Аллаха, выдумывают новые и так далее и тому подобное. И также в убеждениях, что братья некоторые суфисты дошли, то есть некоторые суфисты, которые, как говорится, хорошо по высокую степень в суфизме занимаются и так далее, дошли до того, что говорят, что они не обязаны шариатам Аллаха в принципе. Мухаммад алей салатсан был обязан. Абу Баккар, то есть Умар, Уфман, Али, сподвижники, они были обязаны шариатам Аллаха. Эти не обязаны, говорят. Они не обязаны и могут не совершать дела, Субхану. Поэтому если они совершают какие-то скверные, мерзкие поступки, они говорят, что ты не можешь возражать шейху хорошо. Некоторые из них говорят, не из адаба, не из благого нрава спрашивать у своего шейха довода. Конечно, не из благого нрава, потому что твой шейх дурак, знать не знает доводы. Хорошо, он глупец, Субхану, который не изучает. Понятно дело, ты перед всеми опозоришь просто своего шейха и все. И поэтому, братья, как говорили некоторые ученые, что в опровержении суфистам хватит просто прочитать их книги. Как мы говорили, помните, когда мы разбирали вопрос ашаритов и так далее, мы сказали, что почему люди себя причисляют к ашаритам только потому, что они не знают истинную сущность этого убеждения. То же самое, братья, с суфизмом. Если люди со здоровыми сердцами, естественно, не эти больные, Субхану, если почитают, братья, книги самих суфистов, как, например, Пабакату Суфи или Шаарани, хорошо, то есть их известную книгу, хорошо, то есть с жизнеописанием великих суфистских шейхов, хорошо, в Аллахе этого хватит. Поэтому Ахмад Шакир, один из известных египетских шейхов, салифистских, хорошо, ученых больших, он что делал? В день рождения Бадавы он просто ездил, хорошо, то есть на вот это понто, место, где похоронен этот их, кому они поклоняются, помимо Аллаха, Субхану Аталья, и там говорил, я хочу, говорит, с вами провести дискуссию, то есть с шейхом Азхара и так далее, то есть с их известным, то есть вот этот Муаммам, с которым в красных больших тюбетейках ходят и так далее, и говорит, и наша, то есть наша дискуссия будет проходить только в вашей книге, я, то есть ни Коран, ни Сунна, ничего не нужно, вашу книгу просто будем читать, и просто оттуда читал разные истории, хорошо, то есть если вы, как говорится, вот это действительно истории 18 плюс, Субхану Аталья, то есть в Аллаху Мустан, братья, удивительные вещи, что некоторые даже братья рассказывают об этом, мы говорили хорошо, и это, братья, их слова, которые они приводят в своих книгах, они сами об этом говорят, что из рассказывая один, то есть Бадруддин, такой-то или же кто-то, он был, что известный шейх такой-то, праведник там и так далее, который в суфизме был такой-то, как-то раз люди его, братья, это рассказывается в книге, где рассказывается биография шейхов-суфистов, которые, то есть великое положение занимали, и восхваляя его, он говорит, что как-то раз люди видели его в то время, как он совершал, то есть скверное дело с ослом, то есть на виду у людей, что делал, совершал то-то, то-то и так далее и тому подобное, и когда люди сказали, что ты делаешь и так далее, он возразил им и сказал, ау-зу-билля, это вы, говорит, видите то, что вы видите, а на самом деле я сейчас спасаю корабль в каком-то там и так далее, море и так далее. Ях и Мискин, хотя бы имя осла бы назвали, он же тоже участвовал в этом, Аллах и Мустан, это религия, это ислам, совершают такие деяния, братья, педерастия развита среди них, и ты не можешь по их убеждениям, что ты не имеешь права ничего сказать шейху, потому что как ты можешь сказать шейху? Из их убеждения, что он не спрошен шариатом, это для тебя грех, для тебя нельзя, но им они являются, то есть для них обязательным, как даже в некоторых братьях, хорошо, то есть братья суфизм, вы не думайте, что это просто те люди, которые на маулит шурпу попили и все, и по домам разошлись, радостны, нет, братья, если вы посмотрите их убеждения, братья, это страшные вещи, хорошо, они говорят о том, что шариат, они не обязаны шариатом, некоторые братья доходят до того, хорошо, в некоторых поселениях, что из их убеждений, то есть в этом селе, что их шейх, он только, он имеет право первой брачной ночи, кто бы не женился первой брачной ночи этому шейху, ислам, это ислам, они, братья, не молятся, не молятся в принципе, а когда хотят оболгать, говорят, что на самом деле вы видите меня здесь, а я в этот момент молюсь где? В Мекке, говорят. Как говорил шейх Абдурахман Ас-Саади, когда ему рассказывал это Мухаммад Аман Аль-Джами, он в основе своей был с Африки, хорошо, и когда он рассказывал ему о том, что когда, говорит, мы еще были суфистами и так далее, что наш шейх, они что делали? То есть немножко отошли от темы, но просто важная тема. Когда все уходили на молитву, выходили двое-трое с большим покрывалом, накрывали шейха и вот так, то есть каждый за край брал и говорил щуф, 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 щуф. И все, и шейх сидит, накрытый, хорошо покрывалом, и люди уходят молиться. А я, говорит, тогда был молодым, и мне интересно стало. То есть я, Ас-Саади, давно уже усомнился в них, хорошо, я хочу посмотреть, что делает этот шейх. И, говорит, все это время просто сидел, иногда там подал такие звуки и так далее, и все. И, говорит, когда люди приходили, он говорил, я молился там-то, в Мекке и так далее, я видел такого-то, если кто-то в этот момент уехал на умру, говорили, я видел такого-то и так далее, ему салям дал и так далее и тому подобное. И в этот момент шейх Ас-Саади сказал, говорит, субханалла, действительно, африканцы вы, говорит, самые настоящие африканцы. И шейх Мухаммад Аман рассказывает, говорит, я удивился, то есть, почему он так сказал. Он говорит, субханалла, неужели, говорит, ни одному из вас никогда не приходило в голову, что времена молитв разные у нас, субханалла. Как он может молиться у нас в то время, как у нас, например, Зувар или Асар в определенное время, у вас в другое время. И как бы ты там щуф-щуф не делал, там уже время находится, Субхану. Валлаху-ль-Мустан, братья, валлаху-ль-Мустан. И это, братья, валлахи, удивительное положение. То есть эти люди, Субхану, считают, даже говорил, братья, один из наших шейхов, шейх Ибрагим Аль-Мухаймид, когда он был в Африке, что, Субхану Аллах, братья, я валлахи помню, как он с красным лицом и злой, то есть какой он злой был, когда рассказывал, что братья есть в некоторых местах, то есть в районе Сенегала или где-то там, в Гамбе, валлаху-алям, люди, то есть у них из могилы одного человека, который звали Ахмад Бамба. То есть они ему поклоняются, помимо Аллаха, Субхану, у него могила, мавзолеет, как говорится, все как надо, как у них обычно это бывает. И братья, они тиджани, то есть они течение тиджани. Хамду ля, что оно не развито в наших странах. Братья из, то есть те, которые вообще, то есть, как говорится, в высокую степень, то есть самые такие окоренелые суфисты, хорошо оголтелые, можно сказать, они, братья, говорят, Субхану Аллах, братья, валлахи, братья, он кричал прямо на нас, когда говорил, они говорят, что Бамба, он тот, кто создал Аллаха. Но сказал ему, не говори, а то фитна будет. И говорит шейх после этого, Иблис постеснялся бы сказать такие слова, Субхану. Эти люди говорят, это их убеждение. И поэтому, братья, всегда мы вам говорим то, что Субхану Аллах, бидра, братья, это очень страшное дело. Бидра, бариду, куфар. Это братья, стрелы, куфра. Они всегда хорошо, то есть, приведут тебя, и мы поэтому говорили, что, помните, то есть, на прошлых уроках, что оно вначале маленький бидрат, а потом дальше и дальше. Поэтому имам Аль-Бар-Багари говорил в Шарху Сунна, Ихдару сигару, бидра, кабля кибариха. Остерегайтесь малых нововведений, то есть, еще до больших. Почему? Фаинна сигару, бидра, и тауду, хатта тасыра кибарин. Потому что эти маленькие бидаты постоянно-постоянно совершаются и возвращаются уже какими большими бидатами. Суфисты, когда начинали, это было всего лишь поклонение, аскетизм дополнительный. Они говорили, что мы больший уклон делаем на деяния, чем на знания. И вот к чему это привело. Что один из них говорит, мафия, джуббати илла Аллах. Говорит, в этой моей накидке всего лишь Аллах. Говорит, о ком? О себе говорит, как говорил Ибн Аараби. Другие говорят, субхани, субхани. Мы говорим с вами, что? Субхан Аллах, безупречен Аллах, пресвят Аллах, пречист Аллах. Эти люди говорят, пречистия, пречистия. Описывает себя кем? Говорят, все вокруг Аллах. Мы все Аллах, говорят. Говорят, язу билля, братья. Есть куфор хуже этого, есть слова хуже этого. Аллаху мустам, братья. Поэтому, братья, положение, нововведение, это очень страшное дело. Аллаху мустам. У Ахаруна, говорит шейх, юджагидуна анфусахум аля дда'ватибеля альмин в аля фикхин фидинилля. И другие, они борются со своими душами и заставляют себя выходить на путь призыва, не имея знания, не имея никаких знаний, то есть, хорошо, и фикха в религии Аллах, субханда ле. Поэтому эти люди, то есть, путем них распространяется в умме огромное-огромное нечестие и скверные дела. И много-много нововведения. Как это делает кто? Известный джамаат таблих. Хорошо их называют джамаат-у-ль-ахбаб в Саудовской Аравии, то есть, они себя скрывают, таблих не могут сказать, говорят, ахбаб. Любимчики. Хорошо, мы все такие добрые, хорошие, говорят они. Распространяют религию Аллаха, распространяют, рассказывают обо всем, кроме единобожия, кроме основы религии Аллаха. Рассказывают о том, какой ислам хороший и так далее, что вот мы такие все добрые, хорошие, принимайте ислам. Человек принимает ислам, его оставляет. Ах, и обучи его религии Аллаха. Посланник Алис Салату Салам так не делал, но хорошо он принял ислам, обучи его дальше, обучи его единобожию. Они говорят, нет, нет, ни в коем случае не говорите единобожие. Почему? Потому что единобожие делит людей. И оно действительно делит людей. Делит на верующих и на кафер. Вот на что делит единобожие. Либо ты хочешь быть мусульманом, который исповедует религию истинную. Единобожие, хорошо, чистое единобожие. Либо же тогда выбирай себе что-то другое. И как мы всегда говорим, братья, ад это тоже создание Аллаха. И оно очень, то есть ад очень обширен. И там тоже должны быть, как говорится, свое население. И поэтому, если ты хочешь быть из числа тех, кто будет населять ад, это, как говорится, твои проблемы. Если же ты хочешь рай, широта которому небеса и земли, хорошо тогда исповедуй, то есть религию Всевышнего Аллаха, это единобожие. Что касается настоящего, то есть проявления усердия и борьбы со своей душой на прямом пути, следуя посланнику Аллаха, это только тем образом, как сказал Ибн Аль-Каим, выполняя, что четыре степени этого джихада. То есть мы сказали, что джихаду нафс, у него четыре степени. Какие? То есть первое это что? Бороться со своей душой, чтобы изучать знания. Затем борешься ты со своей душой, заставляющую что делать? Воплощать эти знания в жизнь, то есть совершать деяния. Затем? Да. То есть призывать к Аллаху, и затем терпеть на пути призыва к Аллаху, субханаху, ва та'ала. Брюмин, аллах, аллах, хаада, салла Аллаху, ала, наби-на Мухаммаду, ала, али, и саби, и саби, и субханаху, и субханаху, и субханаху, Продолжение следует...